Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Сегодня 21 мая 2024 года, и мы в этот май загружаем все свои возможности, способности, принимаем дары для того, чтобы качнулась стрелка на седьмой месяц. Седьмой месяц у нас всегда непростой. Это гармония, это внутреннее переживание. Поэтому загружаем все сейчас, в мае, особенно в конце месяца. Поэтому вашему вниманию предлагаю Крайон, мощь любви, с другой стороны завесы, новые атрибуты любви. Первая часть читает Лора. Дорогие мои, все очень просто. Когда вы держите себя отдельно от собственной любви, вы непреднамеренно совершаете действие, которое несет в себе энергию отказа любви. Открытие двери для получения собственной любви открывает шлюзы для того, чтобы почувствовать и испытать всю любовь, которая всегда существовала для вас. Это, наконец-то, наконец-то, сказать любви решительное «да». Мы желаем вам, чтобы вы позволили себе испытать полноту того, кем вы являетесь на самом деле, признав, что вы не просто существо, любящее других, вы славное существо, рожденное из любви источника, что автоматически делает вас достойными всей любви в мире, включая вашу собственную. Открытие собственной любви – это возвращение домой к себе, что является одним из самых мощных сдвигов, которые вы когда-либо могли сделать, потому что это перемещает вас от самоотрицания к самопринятию и воплощению того, кто вы есть на самом деле. «Крайон Ли Кэрол. Приветствую вас, дорогие мои. Я Крайон из магнитной службы. И, похоже, нашей темой будет любовь. Вы знаете, это моя любимая тема. И в этом есть что-то большее, чем вы думаете. Возможно, что я буду повторять те же слова в течение этого месяца, говоря о невероятной любви к Богу, который действительно является творческим источником всего сущего. Может быть, вам придется отказаться от всего того, что вам сказали, как вы думаете, о том, как сильно Бог любит вас, даже потому что это не полная правда. Бог любит вас очень сильно, и это правда. Вам трудно понять ту любовь, которая встречается на вашем пути. Что, если бы я сказал вам, что-то, что вы называете любовью от нас к вам, имеет совершенно другое назначение или, возможно, совершенно другое восприятие? А если бы я сказал вам, что в вашей ДНК есть атрибуты любви? Да, именно в ДНК. Как насчет того, что сама часть двойной спирали ДНК определенным образом вибрирует с любовью? Это немного отличается от того, что вам рассказывали. Любовь для людей – это эмоция, это великое чувство переживания, и это то, что приходит и уходит. И я имею в виду, что вы получаете это чувство и отдаете. Оно приходит, и вы также можете его отправить. Это интересная концепция, потому что не все эмоции таковы. Некоторые из них, как в случае любви, вы можете передавать далеко, за пределы комнаты, в которой вы находитесь. Многие другие эмоции, которые вы испытывали, вы можете передать окружающему вас пузырю. Но нет, гораздо больше, когда речь идет о любви. Что вы знаете о любви и сострадании, о чем вам рассказывали в «Эзотерическом ключе»? Далее, в течение многих лет я говорил, возможно, даже приглашенные гости этого шоу узнают, что любовь живет в поле, что ее можно передавать на большие расстояния по всему миру. Вы можете горячо любить кого-то и вообразить, что те, кого вы любите, получают вашу любовь. И они действительно ее получают. Это и есть эзотерика в лучшем своем проявлении. Это также говорит о том, что это то, что вы называете любовью многомерно, больше, чем просто эмоция, дорогие мои. Я собираюсь дать вам аксиому, прежде чем этот канал немного расскажет о том, что это такое. Я уже ранее рассказывал много раз, что это такое. Мы уже объясняли атрибуты некоторых вещей, которые у вас есть. И любовь – одна из них. Мы уже рассказывали вам о вещах в прошлом, которые были скрыты от постороннего взгляда. Мы рассказывали вам о некоторых свойствах вашей души. Но ни одна из этих вещей, о чем я когда-либо вам говорил, не обладает такой силой, как любовь. Давайте на минуту вернемся к вашей ДНК. ДНК, которой вы обладаете, настолько огромна, что вы даже не представляете, пока не начнете ее изучать. Она состоит из миллиардов фрагментов. И это больше, чем чертеж вашего тела. Ваша ДНК в своей грандиозности несет в себе атрибуты вашей прошлой жизни. Эти все вещи не содержатся, как вы думали, в вашем мозге. Итак, если ваша ДНК несет в себе атрибуты вашей прошлой жизни, что она еще может нести? ДНК несет в себе вашу родословную. Она несет в себе маркер, который говорит о том, сколько раз вы воплощались на Земле. Многомерная часть ДНК является самой большой частью всей ДНК. У ученых возникает вопрос, почему биологическая часть ДНК гены занимает всего около 3% от многих миллиардов фрагментов, которые они открыли. Это открытие было сделано в 2012 году. Почти так же, как и все остальные фрагменты, которые были открыты, они являлись инструкциями для вашей жизни о том, как их подключить вместе, как заставить их работать. Но это еще не все. Вот где хранится вся информация. И среди этой информации есть процесс, грандиозный процесс, который запускается любовью. Я бы хотел, чтобы вы здесь задержались ненадолго. И это не новая предпосылка. В биологии существуют определенные вещи, которые, как бы вы сказали, имеют каскадные эффекты. Когда происходит что-то одно, это вызывает другое, которое, в свою очередь, вызывает третье. И так далее. Так происходит, потому что тело балансирует само себя. Вот эти каскадные эффекты часто являются негативными вещами, которые у вас на слуху, и они связаны со слабым здоровьем. И то, что я собираюсь вам рассказать, это тот каскадный эффект, который является положительным, о котором вы когда-либо слышали. И он начинается прямо в вашей ДНК. Вы можете сказать, что в вашей ДНК есть рецепторы любви как для приема, так и для передачи. Человеческое существо является прекрасным передатчиком сострадания и любви. Потому что многомерная антенна, которая у вас есть, дорогие мои, великолепна. Великолепна. И как только вы подключаете ее и понимаете, что она работает, и познаете, как принимать и передавать, то что-то происходит. И я расскажу вам. Когда вы начинаете получать эту любовь от Духа, и то, как мы даем вам это даже сегодня, вы расслабляетесь и понимаете, что вы являетесь частью всего творения. И вы расслабляетесь с невероятной скоростью, которая вливается в вас. И вы берете ваше подсознание и убираете его с пути, независимо от того, что вам говорили. И любовь начинает вливаться через величайший источник, который когда-либо был известен. И это позволяет вам излить ее дальше и начать передачу любви. Когда происходят эти две вещи, прием и передача этой мощи, называемой любовью, не эмоции. Не эмоции, а сущности Творца, когда это начинает происходить через вас. Возникает каскадный эффект, который запускается в вашей ДНК. И позвольте вам сказать, что происходит. Вы начинаете исцеляться. Все, о чем вы просили, проблемы, страхи, беспокойства, вопросы здоровья тела, все это начинает сдвигаться с места. Что, если я вам скажу, что это каскадный эффект называется здоровьем и балансом? Если вы хотите иметь здоровье и баланс прямо сейчас на вашей планете, начните передавать любовь. Начните получать любовь. И вот, что происходит. Это катализатор для всего, о чем вы просили. Есть еще одно. Вы знаете это. И оно тоже хорошее. Это эмоция. И я отнесу ее ко второй категории, потому что это эмоция из той категории, которая делает то же самое. И вы можете почувствовать ее сразу. Это радость, смех. Радость и смех обезоруживает страх, обезоруживает ненависть и тревогу. И все такие вещи. Вы можете почувствовать это, и вы можете ощутить освобождение от этих вещей. И теперь усильте это в 10, в 15 раз. Вы становитесь передатчиком любви. Все ваше тело начинает меняться. Ломота и боли начинают проходить. Болезни, которые были у вас, начинают уменьшаться. И вы начинаете понимать, что можете жить дольше. Все эти вещи являются биологическими. Все это находится в вашей ДНК. И это часть того, что все эти 90% ДНК были такими загадочными. Существуют процессы, которые вы, возможно, не раскроете для себя, будучи человеческим существом, которые являются эзотерическими, многомерными и настолько реальными. Спросите того, у кого было пробуждение, кто ушел от отчаяния, беспокойства и проблем, и кто начал получать прекрасную любовь и потом начал проявлять сострадание к другим. Они скажут, что что-то происходит. Все их тело начинает реагировать. Некоторые расскажут, что они начинают дрожать от осознания того, что они не понимали. И начинается каскадный эффект, который начинает исцелять их от всего неуместного. Это и есть любовь. Любовь используется одинаково и ее часто отбрасывает. «Ну, я люблю этого человека», или «все начинается с любви», и «нет ничего, кроме любви», и так далее. Но это правда. И она откуда-то взялась. Это заложено в вашей ДНК. Если вы серьезно отнесетесь ко всему этому, то вот где все начинается. Это является катализатором для всех вещей. И если кто-то скажет, «Вот, у меня проблемы с этой болезнью» или «я хотел бы избавиться от страха и…» от этого и того мы скажем вам, что если вы начинаете проявлять любовь, эти вещи начнут происходить. Некоторые все же скажут, «Нет, я так не думаю, потому что я должен сделать то и это». А мы скажем, что это «здесь есть процесс». А вы отрицаете «нет». Мы говорим вам, с чего начинается этот каскадный эффект. Мы рассказываем вам, где начинается источник исцеления. Сегодня я дал вам прописную истину, и некоторые из вас поймут, что это реально, что это правда. Это часть вас. Это ваш процесс. И вы удивляетесь, что любовь Бога-Творца – это величайшая вещь, как бы вы могли сказать, существует во Вселенной. Также является частью вашего исцеления и частью вашего каскадного эффекта ДНК для здоровья. Вы были бы шокированы и сказали бы, «О, теперь я понимаю, это имеет смысл». Все эти вещи должны иметь смысл, дорогие мои, что вы являетесь частью творческого источника, что вы являетесь частью любви. Дверь открыта – это ваше и доступна в любое время, когда захотите. Дверь открыта – это уже там. Итак, идите и возьмите это. «Я – Крайон, влюбленный во всех вас, за то, кто вы есть, за то, что вы сделали, за то, что вы открываете, за то, что должно произойти». И это действительно так – Крайон. «Крайон» 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 «Крайон»